Реал 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 Ну и вот это проклятие снято. Действительно забивает Карим Бензима. На 27-й минуте это происходит. Девятый гол Бензима в чемпионате. Ну вот в НДУСИ это проклятие было наложено. После гола ворота Малаги. В НДУСИ это проклятие снято. Гол ворота Кордобы. С близкого расстояния. Очень хорошо здесь Бейл выпрыгнул. Впереди Фауста Ройси. Мяч туда на дальнюю штангу. Перевел. Ну и Бензима переиграл уругвайца Адриана Гунина. Если не получается забить с игры. Не получается что-то из позиционного нападения. То почему бы не... Рука. Рука. Это пенальти. Ну что? Вот потом. Я просто боюсь представить что будет после игры с этим разговором. Фиде Картаби вторую карточку получает. И уравнивает составы. Даже из Останкина. Опять-таки из нашей небольшой, но очень уютной. На студии, где комментируют... Где работают комментаторы. Было видно, что мяч попал в руку Фиде Картаби. Удар. Смотрите. Ну выставляется рука. И неоднократно. 2-1. 2-1 Реал. 89-я минута. Чудовищная по содержанию и качеству игра мадридцев. Но, как говорят футболисты, смотри на табло. А там пока Реал впереди. 10-й юбилейный гол. Гаррета Бейла в чемпионате. И Реал в самой концовке матча выходит вперед. Жалко. Кордову жалко. Мирослава Джукича. Но... Что их жалеть? Если были моменты, надо их было реализовать. Можно было Реал сегодня дожимать. Ну а пенальти было. Эрнандес, Эрнандес абсолютно прав. Если уж он последователен. И большинство испанских арбитров в такой ситуации, я думаю, что пенальти бы назначили. Мяч летит влево от ротаря угол.